МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы знаете, по поручению президента, это и вообще, честно говоря, это очень такая важная тема. Мандарин – это тот товар, который потом целый год кормит крестьянина. В основном, из вас, это повисает данными сельхоза, чуть ли не две трети, по большому счету, цитрусовых, находится в частном секторе. Возникает вопрос продажи, естественно, через границу. Сегодня у нас граница между двумя признанными государствами действует в полной мере закон Республики Абхазии и закон Российской Федерации. Естественно, какие-то тут есть какой-то диссонанс, несоответствие, потому что мандарины у нас уходят бесплатно, в Россию они входят обязательно с уплатой НДС. Мы должны людям объяснить четко, какие проблемы на абхазской стороне, какие проблемы на российской. Мы с вами должны сейчас вот так вот разъяснить населению проблему и какие-то вот моменты обозначить, в первую очередь, с перевозчиками через границу. Это у нас сегодня две фирмы, это ИП Агрба, представитель здесь Алик Миносян, и Руб Араса, представитель Беслан Кварчи. В первую очередь, я что хочу сказать, я это говорил не раз, брокерская служба, то, что вы делаете, да, это необходимо. Это есть цивилизованные торгово-экономические взаимоотношения на границе. Торговый брокер занимается оформлением документов, делает эти оформления за хозяина груза, товара, потому что ему это делать будет очень и очень нелегко. Там целый ряд документов на российской стороне, какие-то на абхазской, если у нас это можно сделать, на российской стороне занимает определенная суета. Человек, гражданин, если повезет свои мандарины, как частное лицо, вот я бы хотел, чтобы обязательно люди нас услышали, поняли, частное лицо, просто крестьянин, гражданин, человек вывезти через границу и продать в Российской Федерации, право не имеет. И это право ему запрещают законы Российской Федерации. Он должен быть или юридическим лицом, иметь фирму, так скажем, по-простому, или быть частным предпринимателем, свидетельство ИП. И при этом он, естественно, может это все вопросы организовать. Ну, пока, кажется, идут нам навстречу. Вообще, конечно, эти вещи, конечно, лучше было бы, чтобы были все юрлицами, но это вопрос уже немножко другой. Поэтому, получив сертификаты здесь, СТ-1, или какой-то еще сертификат, доехав до границы, на российской стороне проходит заново оформление. Существует налог на добавленную стоимость НДС, которую отменить в России не может никто, это принято с законом, вот, это 18%, вот, то есть заявленной стоимости, которая вот в контракте там или там в таможенной службе Российской Федерации находится. Это расходы, они просто, скажем так, незыблемые, их не перешагнешь. Поэтому, это все складывается, цена перевозки через границу, как я понимаю, это из абхазских платежей, это по сертификатам, СТ, карантин, это необходимые платежи. Из этих первичных документов не принимает российская сторона на оформление груз, на ввозы Российской Федерации. Плюс к этому таможенная декларация. Тут еще один важный момент, почему все это понимаете. Во-первых, не устраивает население цена, вот, перевозочная, да, вот, вопрос возникает, службы занимаются полезным делом, но вопрос, цена вопроса. Поэтому мы должны с вами сейчас прикинуть, как говорится, что мы можем сегодня окончательно, на какой цифре остановиться, делать максимально для того, чтобы людям было комфортно. Вот. Есть государственные предприятия, как я сказал, есть частные. Конечно, с учетом, как говорится, экономических интересов, да, желательно, чтобы их было еще и побольше, в каком плане, да, вообще, чисто так по классике, да, экономическому развитию есть конкуренция, вот, было бы 3, 4, 5, может, они как-то бы конкурировали, держали на планке. Но имейте в виду, я хотел, чтобы все участники, присутствующие здесь, и вот, перевозчики, вот, не может государство, мандарины пустить на произвол судьбы, сказать, вот, товар, вот, как хотите, вот, и так далее. Это не есть та тема, где можно в свободное плавание отпуститься на образование. Потому что возникает очень серьезное социальное напряжение в нашем обществе. Постоянно жалобы на уровень администрации президента, в кабинет министров и так далее. На сегодняшний день вывезено почти 5 тысяч тонн цитрусов. То есть, точнее, 4 тысячи 923 тонны мандарин. Значит, у нас, в принципе, трудностей нет. Жалоб со стороны участников ВЭД пока, во всяком случае, не поступало. Вот, мы осуществляем непосредственно свои функции. Вот, что касается российской стороны, у нас тоже полное сотрудничество, тем более по такой номенклатуре товаров, как цитрусовые, это уже многолетнее сотрудничество. И наши коллеги нас заверили в том, что никаких препятствий при ввозе цитрусовых и других товаров сельхозпродукции не будет. Недавно сменился начальник поста, но произошла ротация. Вот, и проблем таких нет, чтобы какие-то дополнительные там проволочки были и так далее. Все осуществляется в рамках таможенного законодательства Российской Федерации. В последнее время, значит, начали пропускать вот так, ну, небольшими такими автомобилями, типа мини-вэнов. Вот, люди имеют возможность оформлять их. Стоимость до 1000 долларов США, стоимостью в целом, по ТПО, но при предоставлении всех документов. Что касается пешеходов, ну, пешеходов, понимаете, там, естественно, есть ограничения, 50 килограмм. Вот, и они стараются в рамках вот этих квот как-то перемещать. Поскольку у нас на контрольно-пропускных пунктах, значит, привет, народ правоохранитель, нас она затрагивает в той части, что затруднена пропускная способность контрольно-пропускных пунктов из-за затора. Значит, при осуществлении своей непосредственной деятельности немного, конечно, было затруднено. Значит, буквально две недели назад ситуация была, вы все знаете, близка к критической, то есть были огромные очереди на автомобильном отделении, значит, на пешеходном отделении, в связи с этими, значит, введениями. Значит, по линии программ представительских служб мы, значит, тесно контактируем с российскими коллегами, устраняем, насколько это возможно, ускоряем этот процесс. Значит, дело в том, что и на нашей стороне, и на стороне российской пограничники в меньших мировых действиях в этом процессе. Значит, все, что касается экономической составляющей, перевозок, благодарю на эту сторону, значит, то есть оно затрагивает больше других служб, чем... Понятно. Ну, понятно. Сейчас граница, значит, осуществляет пункт пограничного контроля ПСО, значит, работает в режиме повседневной деятельности, пропускная способность оценивается как нормальная, значит, непробов, заторов сейчас нет, значит, вошло в свою нормальную корею, то есть люди, я так понимаю, что приноровились, скажем так, в той системе, которая у нас, то есть Яна и Югенасича, значит, вот было организовано взаимодействие с начальником контрольно-пропускных пунктов со стороны Российской Федерации, со стороны нашей, значит, в телефонном режиме, в режиме телефонограмм, значит, заторы и затруднения в пропуске, они устраняются, значит, своими силами, если это касается, опять же, пограничных вопросов. Во всем остальном мы тесно взаимодействуем на этих пунктах пропусков с нашими коллегами из Таможенного комитета, и, в принципе, за нами договорится никаких проволочек. Меня понял. Объявленные жалобы на то, чтобы наши структуры, стоящие на границе, называют все структуры, вот, что типа там пытаются какую-то выгоду из этой ситуации и так далее. Мы встречались на границе, и, насколько я знаю, к этому возвращаться больше не хочу. И ваша служба руководства, и служба таможни эту тему дали слово, что закроют, поэтому, говорится, чисто так вот, в этом плане мы пригласили вас сюда, продолжайте, пожалуйста, работу. Более того, техническое прохождение, последний выход, да, это оттуда вот за пределы, это уже ваши, правильно, паспортный контроль и так далее. Вот технически, пожалуйста, вот наплыв пойдет сейчас, организуйте, пожалуйста, максимально оперативно, чтобы все, ну, с таможни нашей, я думаю, у вас великолепные взаимоотношения, что все автоматически, насколько возможно, не задерживая, быстро-быстро, естественно, не более чем может принять российская сторона, мы на это не можем не делать поправку, потому что пробки будут на мосту. Вот поэтому к вам вот такая просьба, и к таможне, и к вам продолжать. Несколько лет назад отменили пошлину, республика, государство пошло на это. С мандари, там, имели определенно, там, больше рубля, там, ну, руб 52, не знаю, сколько-то, пара, разные цифры были, разное время, для того, чтобы государство как-то хоть с чего-то это имело. Потом приняли решение, что на самом деле производителя сельхозпродукции надо как-то стимулировать, он не должен нести никакие затраты, надо вот те, кто продает, перекупщики, то есть брать не с производителя сельхозпродукции, а с того, кто ее перепродает, обязательно, без налога государство существовать не может. Получилось так, эти деньги от крестьян освободили, но государство, не в виде прямых налогов, само собой, у нас сборов практически никаких нет, не в виде косвенных, через как-то торговлю деньги должны прийти в экономику страны и как-то никакого вообще вот, даже не колыхнулась налоговая сфера в этой области. Понятно, что это не только наши компетенции, тут немножко другая сфера, но тем не менее, очень важен момент с перекупщиками, это, конечно, вопрос у правительства, мы будем вместе с вами, консультируем, делать, но вот именно вот этот момент тоже является, помимо самой цены на перевозку, является очень важным аспектом, который мы игнорировать право не имеем. С ситрусовым сезоном связаны те люди, которые дороги от производства самих плодов. Что имеется в виду? Значит, те люди, которые проживают в городе Ткварчал, в других районах, в Ачимчирском районе, у кого отсутствуют мандарины, они все задействованы. В этот сезон максимальное количество людей хотят как бы заработать на этом. Не только производитель зарабатывает. Что делается? Если крестьянин произвел, допустим, тону мандарин, в большинство случаев они не в состоянии вывезти даже до Псова. На дом приходят люди, покупают или скупщики, или покупают дома. Покупая дома, что происходит? Себестоимость производства одного килограмма мандарины, если проделать все агротехнические мероприятия, за 20 рублей. А он продает по 20 рублей с дома. Продавая эту сумму, он в состоянии дальше воспроизводить или содержать свою семью, или же еще на какие-то неотложные мероприятия здоровья и так далее. Мы должны рассматривать этот вопрос сполна, чтобы производитель получал тот минимум, хотя бы себестоимость этой продукции. Какая, по Вашему мнению, себестоимость? Себестоимость свыше до 20 рублей. Проводя все агротехнические мероприятия. 21-29 рублей. 22-23 рубля. Спасибо. И это при выполнении всех агротехнических мероприятий. При этом человек получает с гектара не ниже 25-30 тонн. Опять-таки, мы учитываем, что не вес урожая, это стандарт на продукцию. Часто он выкидывает из-за отсутствия перерабатывающей отрасли. Что я хочу сказать? Мы должны думать о своих людях, да, крестьянах. Сколько препятствий на этих мандариных мы видим уже, да? Вот уже на протяжении почти месяца мы обсуждаем, вот такие проблемы у нас создались и так далее. А представьте себе, если это аграрная страна, мы как таковыми и являемся, должны во всяком случае быть. Мы будем наращивать производство не в государственном секторе, а в частном секторе. Будет ли крестьянин расширяться, имея такие препятствия дальше? Это серьезный вопрос. Далее мы должны делать все для того, чтобы снять эти преграды. Человек произвел, дальше он не должен думать. Произвел, заготовил, ушел, да? Единственным выходом мы считаем создание закупочных заготовительных пунктов в районе. На сегодняшний день мы сделали пять, арендуем помещения в районах. Мы массово не начали принимать, мы хотим заготовить на местах, чтобы крестьянин произвел, привозит он, или же мы будем привозить в районе, принимать там. Оттуда, значит, создали мы заготовительную организацию, руб, абхаз, сельхоз, заготовка, оттуда будет, ну, в таком варианте, в классическом, да? И таможни там будут пломбировать, и брокеры будут оформлять, значит, крестьянину мы даем возможность. А по какой цене будем принимать? По той цене? Мы пока не озвучили, но скажу, это не ниже 25 рублей с одного килограмма. Это средний мандарин. Государство идет по такому пути, другого выхода в помощи для производителя мы не видим. Если вот так пустить все, что получается? Тот крестьянин, у кого есть транспорт, он грузит свою машину, перегружает, на трассах стоят, мучаются, и до ПСО довозят, и на ПСО у него других вариантов нету. Он вынужден стоить ночами, а покупатель ждет, пока цену спустят. Обратно он домой не будет везти. Значит, мы его загоняем на вынужденное русло, и дальше обратки нету. Он вынужден там продать, и все. Искусственно сбивается цена. Значит, вопрос стоит о том, что искусственно, не искусственно, ну, вопрос реален. Покупатель говорит, я плачу 8 рублей, или 7 рублей, или 10 рублей тоже озвучивают на границе. А крестьянин должен спустить для того, чтобы его товар начать. Что получается? До 17 рублей уже говорят, да, дайте по 17, потому что на границе столько. Если государство не будет принимать и четко иметь свою линию по этому поводу, дальше крестьянин просто-напросто не будет производить, расширяться не будет. У нас есть пример. Хурма. Значит, так называемая бычья хурма, да, массовые посадки были. А где они? Мы же их вырубили. Потому что дальше не пошло. Не пошло по той схеме, которая существовала. Значит, покупатели приезжают, 15 рублей на границе за килограмм платят. 10 рублей крестьянину мы платили. Что получается? Нам надо разобраться с этой ситуацией. И та установка, которую сегодня мы имеем, мы должны все это понимать и делать не в ущерб кому-то. Прежде всего, я как министр средств и хозяйства, интересы крестьянина. Мы все должны защищать. Но в первую очередь, я считаю, что такая ситуация неприемлема. Честно говоря, вопрос ценообразования – это очень слабое место, слабое звено в нашем государстве, не только мандарина. Вообще, я вас прошу, Рома Михайловича, отметьте так то у себя, это уже не сейчас, а еще на будущем. Понятно, этот сезон мандарин у нас будет и в следующем, и через пять лет. Вопросы определения себестоимости – это очень интересный момент. Мы должны понимать. Потому что на самом деле мы понимаем, что себестоимость может не только у муки или у сахара или у другого. Мандарин – это тоже имеет определенные затраты. Мы должны понимать, какова ее себестоимость, чтобы потом на самом деле человек не был в ущерб. Вот я, пример такой может быть немножко, почему неудачный, а почему мы не должны быть так. В Испании был переизбыток, ну, несколько лет назад, апельсинов. На самом деле, просто переизбыток для того, чтобы удержать цену в пределах себестоимости. Чтобы крестьянин не был вынужден продавать подешевле, ниже стоимости. Нельзя продавать товар ниже ее себестоимости. Это не в убыток. Это приводит к краху любого хозяйства фермерского. Что сделало государство? Я надеюсь, что со временем мы будем иметь уже такие силы и возможности. Скупило весь излишек и просто его уничтожило. Для того, чтобы спасти своего крестьянина на уровне. Поэтому это, конечно, неприемлемо, когда себестоимость, условно, 22 рубля на границу приводит, вынуждают его продавать ему за 10, лишь бы не потерялось и так далее. Это очень важный момент, потому что мандарины это сегодня, к сожалению, единственный продукт, которым крестьянин всего... Основная масса, которые есть, которые другими вещами занимаются, всегда содержат в течение года. Вы говорили про фурму, о табак, о чай. То же самое ситуация. Там, где государство чуть-чуть не доработало. Но я бы хотел, чтобы все поняли, монополии государства на этот вид деятельности не будет. Мы их живем в 21 веке. У нас экономические взаимоотношения должны быть совсем другие. Советского Союза уже нет. И этим должны заниматься все. Но в рамках закона, наша задача с вами, как государство, мы должны подготовиться к следующему сезону. Но просто с закупа определенных пунктов. И просто ценой, цивилизованно-культурно, с частниками. Просто кто заплатит больше, туда люди понесут. По-моему, это аксиома, по-моему, по-другому не бывало никогда. Вы же со мной согласились. Только так. А так вот чисто отрубать, что вы не занимаетесь только государством, это социальное напряжение, это неправильно. Это просто в корне, я думаю, это не решит, по большому счету, глобальных наших проблем. Больше усугубить ситуацию. При этом мы можем. Просто надо роль государства обязательно усилить. Мы должны понимать, что российский потребитель, он избалован европейскими потребителями, где они получают продукцию в соответствующей упаковке, в соответствующий на товарный виде имеют. Вот я вам даже, я просто попросил, как пример я хочу принести, показать. Вот сейчас хорватские мандарины, хотя в Хорватии нет мандарин, есть понимание того, что испанские мандарины, каждый мандарин отдельно упакован, и они уложены в два ряда. Понимаете? И конкурировать с ними нашей продукции очень сложно. Вы посмотрите, в какую упаковку наш производитель упаковывает вообще в свою продукцию. Значит, там написано «Банан», сверху мы клеим этикетку «Абхазский мандарин». Ну это просто, понимаете, но это им все сказано, да? Если вот сейчас, вы знаете, наш очень раскрученный бренд, известный, да, во всей России вина и воды Абхазии, да? Если он будет свое вино продавать из-под бутылку, да, из-под шампанского, писать в вино, ну, то же самое приблизительно мы делаем. Это первый момент, который как бы авторитет и цену нашей продукции на внешнем рынке немножко, значит, заставляет проседать. Второй момент, производитель, я вам, вот, я думаю, коллега не даст отвердить это все. Если производитель делает качественную продукцию, эта продукция никогда не останется без спроса. Они у него купят. Но если крестьянин имеет хозяйства, он не уделяет соответствующее внимание, и продукция не соответствует стандартам, и он будет жаловаться вам, вы знаете, у меня низкую цену предлагают, это тоже не будет правильно. Понимаете? Вот. Но если крестьянин сегодня произвел две или три тонны, он может продать у себя спидусады на участок, один, одна форма, да? Вторая форма, если он хочет его выйти на внешний рынок, он должен понимать, что он становится участником внешнеэкономической деятельности. Здесь вступают другие правила. Поэтому, если он не хочет, значит, заключать контракт, там есть свои процедуры, да, чтобы вышел там сертификат происхождения. Вы понимаете, на российской стороне тоже упрощаться, не учитывая наши отношения, тоже упрощать нельзя ситуацию. Мы выступаем как государство, мы свой товар легализуем на территории другого государства. Там должны быть соответствующие подтверждающие документы, что товар именно произведен и происхождение именно из республики Абхазии. Все это, оно занимает определенное время, не крестьянин, чтобы упростить, он обращается элементарно к контрактодержателю, человек, который работает легально, официально, он платит налоги на абхазской стороне, контрагент платит налоги на российской стороне, там он должен показать и прибыль, и налог с прибыли, и налог на добавленную стоимость в сумме. Получается, формируется цена, о которой, вот говорят, 7 рублей, 6 рублей. Я считаю, что в пределах 7 рублей, может, можно будет какие-то возможности, я не знаю, значит, если в форме индивидуального предпринимателя работать, у них другие налогообложения, они могут меньше, как госпредприятия, там нужно показывать и зарплату, как говорится, и другие в виде налоги. Но я думаю, это на сегодняшний день оптимальная цена. Ну, плюс-минус, где-то 50, ну, 7 рублей, тот провоз, который сегодня реально существует. Если крестьянин, понимаете, хочет получить сверхприбыль, он не устраивает цена, которую, значит, ему дают на месте. Он становится участником внешнеэкономической деятельности, он должен испытывать какие-то издержки. Понимаете, чтобы вот мы понимали, вот знаете, как российская сторона нам, вот не даст представитель нашей таможенной соврата, очень сильно помогает, поддерживает на уровне даже первого лица, приезжал сюда, встречи были, чтобы содействовать максимально, значит, чтобы побольше сельхозпродукции была вывезена из нашей республики. А перевозчики делают огромную работу. В пик сезона за 40 дней перевезти, значит, 45-50 тысяч тонн, это в день более тысячи тонн, это оформит соответствующую документацию, упаковать. Это дикая работа, чтобы вы знали. Они делают, если бы не их не участие здесь, да, это стихийно возникшие, так будем говорить, структуры, то вывоз цитрусовых был бы намного осложнен. Я хотел бы поблагодарить вас и в вашем лице, да, что настолько с пониманием и корректно все эти вопросы вы решаете, как бы не нажимая на предпринимателей, да, на участников внешнеэкономической деятельности. И я думаю, мы тоже должны понять это и сделать как бы соответствующий шаг, соответствующее понимание. Я могу нашу беседу сегодня резюмировать. Во-первых, вас поблагодарить, что вы приехали. Таможня, программ службы, вы свои задачи и так без нас знали, но я думаю, дополнительно наши такой просьбы, требования, я думаю, вы примете к сведению. Вот, вам, Виносян, квартира, спасибо большое за 6,80, это будет предельная цена, вот, люди услышали, я думаю, многих это обрадует. Вот, и еще единственная просьба, таможня граница, толкачи, вот, которые занимаются левым, я понимаю, что даже на самой непроходимой границе они всегда есть, условно назовем, которые там левыми делами и так далее, пожалуйста, максимально, у нас есть официальные перевозчики, пока их два, будет три-четыре, это жизнь покажет, вот, чтобы они все-таки как-то вот препятствовали максимально работе вот таких вот предприимчивых людей. Это неправильно. Мы должны переходить на цивилизованные взаимоотношения. Редактор субтитров А.Семкин